Как я могу рассказать моему другу, который не хочет ничего слушать из этой философии, о настоящей любви? Вы не можете никому рассказать то, что они не хотят знать. Это должна быть восприимчивая аудитория. Если вы сидите здесь и не хотите знать, что я говорю, то далеко не уедешь. Но если вы хотите знать, то это может пройти очень глубоко в вас. Так что если он не хочет знать, то что вы можете сделать? Но если каким-то образом вы можете устроить так, чтобы он мог послушать эти мантры, они очищают всех. Так что если вы каким-то образом можете устроить, что человек смог бы это послушать, то он получит очень большую пользу. Возможно, он все равно не захочет об этом говорить или слушать, но все равно он получит пользу. Что насчет реинкарнации? Это целая лекция. Но очень коротко, духовная душа, будучи вечной, очевидно, где-то пребывает. Если мы сохраняем материальное сознание, это означает, что мы пребываем в материальном мире. В материальном теле. Во многих разных видах материальных тел. Каждое тело очень временно. Оно не длится долго. И когда заканчивается срок в этом теле, мы переходим в следующее тело. В соответствии с нашим сознанием, желанием, кармой и так далее. А затем, после этого, переходим в следующее и так далее. Это называется колесо рождения и спиртей. До тех пор, пока мы не разовьем, наконец, любовь к Богу. В тот момент, когда мы находимся в человеческом теле. И тогда мы можем отправиться обратно в духовный мир. И выйти из колеса рождения и смертей. Как вы думаете, если прийти к истинной любви, преодолеть однажды свое эго, то можно сказать, что она останется до конца жизни. Или это приходит и уходит изо дня в день. Истинная любовь не приходит и уходит. И когда вы достигаете ее, она настолько полная и настолько удовлетворяющая, что вы больше не занимаетесь такой деятельностью и не ведете такой образ жизни, который бы покрыл ее или позволил ей уйти. Во время пения второй мантры мне хотелось плакать. Почему так? Я не могу сказать точно, потому что это очень лично. Но я могу сказать вам, что это очень глубокая медитация, которая непосредственно приводит вас в соприкосновение, в контакт с Верховным Господом. И в результате этого могут происходить всевозможные чувства и эмоции и так далее. Как я сказал, это очень личное, но очевидно, это не что-то поверхностное, это очень глубокое. Вы все время говорили об источнике любви, что он существует, и нужно к нему стремиться. Но каким образом, какими практиками к этому источнику прийти, с чего начать? Вы начинаете с слушания. Это первый процесс. И вы сегодня уже занимались этим процессом. А следующий процесс — это повторение. Это два основных вида деятельности. Слушать и повторять. Есть также и другие процессы. Но вы начинаете с этого. С слушания и повторения. И это процесс преданного служения. Бхакти-йога. Осознанные сны и выход в астрал. В чем различие? Астрал — это измерение ума. Еще оно известно как психическое измерение. А осознанные сны — это тоже уровень ума. Так что здесь много общего. И многие люди придают этому очень большое значение. И некоторые люди принимают это даже за духовный путь. В то время как это не так. Это просто способ, как вы можете выйти в более тонкое измерение материального мира. Это не удовлетворяет душу. Это не рекомендуется великими учителями. Так что мы не занимаемся этим, не практикуем это. Это довольно легко можно достичь. Но чего вы достигаете? Вы просто попадаете еще в одно место в материальном мире. И вы можете застрять там. Есть еще много негативного. Что уж и говорить о том, что это отвлекает от истинной цели. Так что в этом учении Бхакти-йоги Мы не одобряем или не ставим целью какие-то отвлечения.